Приветствую вас, даже если честно, затрудняюсь с чего начать, потому что вы пишете о том, что больше двух лет работаете на одном месте и любите своего менеджера. В принципе ничего плохого нет в том, что вы его любите, это даже здорово, замечательно, что вы любите его. Но, у вас это как-то имеет такую форму, знаете, я бы сказал, зависимости формул. Это имеет место быть. Вот, это имеет место быть форму зависимости. И, собственно, вопрос у меня к вам. Для чего вам этот человек? То есть, зачем он вам нужен? Вот. Вы в нём очень сильно нуждаетесь. Это очевидно. Вы без него не можете. Это тоже очевидно. Но, в чём нужда у вас к нему? Понимаете? Это вот, пожалуй, очень важный момент. В чём ваша нужда к нему? Вот. Мне кажется, кажется, что именно с этим, в первую очередь, ей нужно разбираться. Потому что любовь, если это любовь, она подразумевает, что тот факт, что вы позволяете человеку быть счастливым и свободным. Вот. А у вас какое-то прям преследование получается. Вот. И добиться его, добиться, то есть, заставить его полюбить вас нельзя. Может быть, он будет позволять любить себя. Это да. Но подумайте кое о чём другом. Если вы ждёте от него предложение встретиться, значит, вам это для чего-то нужно. То есть, вы ждёте от него предложение встретиться, потому что вам это нужно. Вот и... Ответьте себе на вопрос. Для чего вам предложение встретиться? Для чего именно вам это? Зачем? Какую целью? Понимаете? Понимаете? Шанс добиться от него что-то, кроме нет, и есть, конечно. Но будет ли он ценить вас, если вы будете его добиваться, причём добиваться настойчиво? Будет ли вы ценный в его глазах? Вот в чём вопрос большой, на мой взгляд. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, не будете, на мой взгляд, не сможете, на мой взгляд, у вас не получится это сделать, и мужчина будет, скорее всего, вас игнорировать. Скорее всего, мужчина будет, ну, недооценивать вас. Вот. Опять же, ну, это, конечно, он, да, и я здесь только предполагаю, но, как правило, мужчины всё-таки, они больше и больше, вот, любят сами завоёвывать, а не когда завоёвывают их. Вот. Что, в принципе, ну, не то чтобы нормально, но довольно распространено. Вот. Поэтому я вам рекомендую, если вы, ну, если вы хотите, всё-таки, если вы любите человека, да, то есть, если вы действительно хотите ему что-то отдавать, вы действительно хотите идти на контакт с ним, вот, то вы стараетесь идти на контакт адекватно, то есть, чтобы человек видел, что вы интересуетесь им, что вы стараетесь что-то для него сделать, то есть, общаетесь с ним на интересные, интересные для него темы, вот. И, соответственно, может быть, может быть, вы, у вас, может быть, получится с ним сблизиться, может быть, а может быть и нет, потому что этого никто, никто наверняка предсказать не может. Вот. Так что, я думаю, вот так вот вам можно ответить на ваш вопрос. Добавить мне бы хотелось только следующее, что ни в коем случае никогда нельзя забывать о себе, нельзя забывать о том, кто вы, нельзя забывать о том, какая вы, и нельзя обесценивать себя, потому что если вы будете обесценивать себя, то и люди вокруг, то в том числе и вот, вот, мужчина, будет обесценивать вас так же. И никому от этого и уж вам точно не будет хорошо. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Помните о своих желаниях, помните, что именно свои желания лучше удовлетворять самостоятельно, дабы не попадать в зависимость от других людей. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.